Думаю, многие уже знают, а если еще нет, то напоминаем нашим телезрителям, что всех преднестровцев ждут официальные 7 дней отдыха после Нового года. То есть на работу нужно будет выходить 8 января. Это такую галочку надо поставить. Вот как с номером 101 записать, и что 8 января выходим на работу. Не проспать. Да. Но ты знаешь, раз будет столько дней отдыха, нужно занять их чем-то полезным. К примеру, путешествиями. Если, например, о путешествиях о Приднестровье можем рассказать, мы в программе «В путь», потому что мы много интересных мест объехали, то о путешествиях за пределы Приднестровья поможет рассказать наша гостья. Анжела Петровна, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Это гид-экспрессовод, специалист и в том числе и по внутреннему туризму, и по внешнему. Мы рады вас приветствовать в нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Я тоже рада, что я с вами. Как ваше новогоднее настроение? Чувствуется, что всего 4 дня осталось? Вы знаете, тяжело осознать, но вообще это чувствуется. Почему чувствуется? Потому что приподнятое такое настроение, отдыхать всегда хорошо и всегда хочется. Поэтому это чувствуется даже по всем людям, потому что люди уже думают, куда бы направить свои стопы 30 декабря, 31 декабря, 1 января. То есть каждый уже планирует, что бы он хотел, в итоге получить после застолья, после фейерверков, после таких накрытых столов. Поэтому очень часто обращаются и спрашивают, а куда можно было выехать? Так куда же можно было выехать? Ну, вы знаете, в зимнее-то время люди все время ищут такие места, где было бы уютно. То есть фактически... Да, уютно, но уютно, соответственно, тепло. Фактически, на первом плане я бы сказала, это, конечно, занимает место театральной выезды. То есть это город Одесса, посещение театра, оперы, балета. Это город Кишинев. Кишинев в особенности спрашивают. Почему? Потому что, к примеру, Кишиневская балетная труппа, она уезжает на гастроли обычно в Новый год, но после Нового года она всегда приезжает. И вот, к примеру, 4 января и 5 января будет поставлен великолепный новогодний балет, который называется «Щелкончик». Многие о нем слышали, кто-то даже был, это красиво. Это костюмы, это музыка. Во-первых, это музыка Чайковского. Она настраивает тебя на вот такой именно зимний отдых. Она очень новогодняя постановка. Новогодняя, да, постановка. Так красочно все, и украшать умеют, и танцевать умеют. Да, да, да. Ну и у тебя возникает, понимаете, отдыхает душа. А вот это первое, да, театральный выезд. Скажите, если, к примеру, кто-то решит встретить Новый год не совсем стандартно, к примеру, не в кругу семьи, а вот куда-нибудь отправиться, что это может быть, какая точка на карте? А вы знаете, если не совсем в кругу семьи, например, в Новый год, ну, к примеру, мне понравилась эта идея у нас в Бендерской крепости, а о Бендерской крепости в этом году много говорят, и слава Богу. Она тоже заявила в этом году. Да, 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 вот что приятно, да, вот завершается год, и мы можем сказать, что Бендерская крепость набирает обороты в плане посетителей. И вот они уже даже открыли ресторан при крепости. То есть если ты хочешь окунуться в атмосферу, скажем так, средневековья, пожалуйста, приходи, попробуй блюда, посиди, посмотри на окружающую тебя местность, тоже очень интересно. Потому что, оказывается, открыли столько банкетных залов разных, и русские, и украинские, и турецкие. Боже, я когда посмотрела, я думаю, как это вообще все вместилось в это помещение? Вы знаете, для женщин хорошо. Готовить не надо. Надел наряд, да, забрал, как бы, приодел всю семью. Мы работаем до последнего. Да, настроился, и ты себе выбрал место, то, которое подходит тебе. Есть еще одно оригинальное место, оно мне тоже очень нравится. Отметить Новый год необычно, это, естественно, выехать, то есть оставить свою квартиру на пару дней. То есть выехать в те же самые Карпаты. Ну, ближайшие Карпаты это у нас Украина. И чем хорошо? Там-то снега много, горы, воздух. И что мне нравится, там отапливают все помещения в основном дровами. И ты, когда находишься там, тебя сопровождает постоянно запах дров. Так у нас это в другую реальность. Очень приятный, да, да, да. Знаете, очень спокойно, очень стабильно. И плюс там ты выезжаешь на экскурсии, там новогодний стол, то же самое, вместе встретились после свежего воздуха, потанцевали, конкурсы разыграли. Тоже здорово. И что самое интересное, ты когда возвращаешься уже после таких непродолжительных туров, но активных, ты понимаешь, во-первых, что нужно быть здоровым, а нашему государству это очень нужно, да, как можно больше здоровых граждан, значит, здоровее государства. Второе, положительные эмоции. Третье, ты соскучился элементарно за домом. Мне кажется, заряд положительных эмоций всем понадобится именно 8-го числа, когда придется выйти на работу и понять, что праздники-то закончились. Ну, конечно, а если будут приятные воспоминания, красивые фотографии в телефоне, то... Как минимум повод прийти к коллегам и сказать, а ты знаешь? А я был-то там. Вы знаете, я приведу маленький случай. Мы выехали с супругом отдыхать, и отдыхали, так получается, не 4, не 5, а целых 10 дней. Ух ты. Я к 10-му дню так хотела на работу. Вот то же самое возникает и у людей. Даже если они там 4-5 дней отсутствуют, они набираются положительных, как мы говорим, эмоций, и им уже хочется работать, и будут работать 8-го числа с полной отдачи. А если кто-то захочет отправиться подальше, например, в какую-нибудь тёплую страну, что бы вы посоветовали? Это вот сейчас зимой на что стоит обратить внимание? Ну, конечно, Египет. Ну, уж если выезжать. Пользуется больше популярность. Да, пользуется, знаете почему? Потому что ты вроде как у зимы забираешь определённое количество дней. То есть там солнце, там тепло, ведь там температура доходит до 30 градусов, это как у нас летом. То есть ты получаешься, вот тебе зима, холодно, краски серые, и ты через каких-то там 3 часа, ты оказываешься совсем на другой территории, солнца много, тепла много, пески вокруг тебя, море, пожалуйста, изи, пожалуйста, кораллы рассматривай, хочешь поплавать, хочешь, то есть ты себе продумываешь программу. Естественно, конечно, Египет пользуется популярностью, он и по цене более приемлемый, потому что, например, можно выехать и в Турцию, но нужно понимать, что в Турции более прохладно, то есть и цена вопроса гораздо выше. То есть Египет, конечно, на первом месте. Какие есть подводные камни? То есть на что стоит обратить внимание? Когда люди заказывают путём. В зимних полётах туда в лето, потому что, может быть, есть какие-то ветреные там бухты, где будет не комфортно. А вы знаете, если человек хочет отдыхать, ему уже неважно, ветреная бухта или нет. И очень часто бывает, что, к примеру, она считается ветреной бухтой, а ты приехал в этот период. А ветра нет. Нет, мы неоднократно так попадали. Потом дальше. Естественно, мы, когда приезжаем, наша кожа не готова. Значит, с собой берёшь все средства для того, чтобы не сгореть. Потому что у многих неподготовленных возникает аллергия, может выскочить. То есть нужно брать дополнительные какие-то средства с собой. Это стресс для нашей кожи. Она настроилась на зиму, а тут мы раз и даем её. Вы знаете, зимой всё равно в любом случае, например, я, я люблю попадать не в лето, а люблю в зиму. Вот хочется, знаете, как скучаешь за снегом, за сугробами. А какие трассы бывают, ну, то есть курорты горнолыжные, там, скажем, Грузия потрясающая, там высоты какие, Франция. Ну, то есть есть ряд государств, всё-таки зимой хорошо бы увидеть эту настоящую зиму. Я когда представляю, знаешь, зимнюю поездку куда-то, у меня, знаешь, сразу эти западные фильмы, когда большая-большая стена, и просто дорога вырублена в снеге. А, туннели такие, да? Да, туннель из снега, это прям завораживает. Тогда в Россию. Тогда в Россию. Там много снега. Да, да. А скажите, сейчас в Европе уже прошёл главный праздник. Да, католическое жительство. Насколько долго будут держаться все украшения, огоньки и так далее? Ну, то есть сколько... Сколько ещё времени можно будет окунуться в эту атмосферу? Ну, если в Европе, то, естественно, они... Вся эта феерия будет примерно где-то до 3 января, да? То есть, потому что у них вот такие длительные праздничные дни, когда они могут позволить себе отдохнуть. И они, что самое интересное, очень часто любят уезжать. То есть, ну, это нормально. Они любят смотреть что-то другое. А туда мы приезжаем, потому что для нас это новинка. Для нас это что-то другое. Да, для нас это что-то другое. Вы знаете, я вам могу сказать, что можно не выезжать так далеко. Не каждый может себе по бюджету, потому что Европа, она всегда была по бюджету, ну, как бы дороже, чем бывшие страны Советского Союза, да? Ну, можно и у нас найти, потому что вот постепенно... Вот посмотрите, даже наш город в ночное время, как он красиво стал освещаться, да? Я в раздуме очень много упрощений. Ну, так, постепенно, постепенно мы переходим тоже, мы растем. Поэтому можно элементарно путешествовать по таким... Знаете, как взять для себя, выставить карту, куда бы я хотел попасть. Ну, и, да, эмоции записывать. Что было в этом городе, что было в этом, что было в этом. Нужно, кстати, не забывать, что все винные подвалы прям ждут. Приглашают гостей. Да, приглашают гостей, потому что любое винное шатоно тоже украшено празднично. Там обычно устраивают в определенные дни, устраивают всякие анимации. Вот, и человек... Ведь что такое вино? Это напиток беседы. Ты выпиваешь, беседуешь, тебе так хорошо, комфортно. Ты уже где-то отдыхаешь, да? И сможешь себе позволить уже многое другое. А скажите, а вы сами куда планируете отправиться? Будете ли вы отдыхать, самое главное, или будете работать? Вы знаете, нужно работать. В праздники все турфирмы работают. В усиленном режиме. В усиленном режиме, да. Потому что человек готов отдать деньги добровольно. Поэтому, естественно. И у нас, например, я буду работать в Карпатах. Потому что у нас тур... У нас существует два тура. Новогодний и рождественский тур. Потом еще будут туры в Карпаты. И у нас есть люди. Поэтому мы им покажем Украину, да. Ощутим вот эти склоны. Я люблю очень эту территорию. Спасибо вам большое за такие советы, за такие направления. Мне кажется, некоторые телезрители уже наметили себе карту, куда они могут поехать. Вас с наступающим Новым Годом. Вы знаете, хочется пожелать вообще всем телезрителям, чтобы у них всегда все складывалось удачно. И чтобы они могли себе позволить отдыхать. Хотя бы периодически.